Слушайте, я не знал, что такие ограничения. В Инстаграме мы, очевидно, говорим слишком много, гораздо больше заявленного времени. Но я думаю, что не хочется прям так Лешу обрывать на полусловия. Поэтому я думаю, что мы буквально минут за 10 постараемся, то есть, что мы начали, объявить автору лучшего вопроса и вообще всячески вас поблагодарить за уделенное время. Да, я не знаю, что подошло. Я думаю, что мы банально говорили час и сказал достаточно. Хватит, ребят. Закончим то, что ты говорил про... Да, я сейчас буду заниматься подготовкой другого курса лекции, но в любом случае этот материал, я думаю, не пропадет. Я потом либо сделаю какие-то выпуски подкаста на этой основе, либо он станет основой следующего сборника СССР. Поэтому я не знаю, насколько это удовлетворительный ответ. Именно Поляринов говорит, не планирую в ближайшее время, просто ввиду того, что куча других проектов и дел. Если кто-то продолжает нас смотреть и оставлял свои вопросы к предыдущему эфиру, если вам не трудно, пожалуйста, продублируйте их, чтобы я увидел их в ленте и, если мы успеем, повторил их снова сейчас. Потому что сейчас будет довольно трудно возвращаться просто в сториз, искать их. Так что, пожалуйста, если вас не обременит, сделайте это. Вопрос от той же беседнии. Оба романа твои такие раздробленные, спадающие на части, нецельные произведения, будто сборник новелл, кое-как сшит их вместе. Это баг или фича? Ты сознательно так? А, почему? Оба, но я так понимаю, что это отсылка... Включая нулевой? ...к нулевому роману «Падение Икара». Мне, кстати, казалось, что Икар, он как раз более-менее... Ну, в смысле, он в плане текста, выделки и вообще мастерства очень плох. Но в плане какого-то сюжетного пространения мне он не казался, кстати, разорванным. Он довольно линейный и с каким-то завязкой, кульминацией, развязкой. Он плох в других вещах, скажем так. По поводу центра тяжести, да. Да, это и баг, и фича, скажем так. Это баг, который я пытался превратить в фичу, возможно, не очень удачно. Потому что я в какой-то момент... Смотрите, я люблю приводить в пример, рассказывать историю, когда у меня спрашивают что-то подобное, про, во-первых, Лавкрафта, который очень плохо писал диалоги, и в какой-то момент он понял, что он плохо пишет, и он стал очень мало их писать. Это очень хороший урок в том смысле, что любой автор, пока он растет, он начинает понимать, в чем он силен, в чем он слаб. И когда ты понимаешь свои слабости технически, ты можешь попытаться либо их исправить, либо, если это не получается, ты можешь начинать их обходить. Это мой центр тяжести получился таким, потому что я пытался обходить свои слабости и какие-то сильные штуки заострять. Естественно, у меня не было достаточно опыта, поэтому это было довольно очевидно. И как я написал, мне кажется, в одном из постов про центр тяжести, что проблема этой книги в том, что любой первый роман – это книга, которую ты одновременно пишешь и учишься писать. Я думаю, следующий будет с этим делом получше, потому что она, во-первых, задумывалась дольше, во-вторых, даже несмотря на то, что она тоже будет смонтирована, нелинейно и раздробленная, там это точно будет фичей, потому что это изначально как бы вложенное технологическое свойство. Знаешь, это как с приложениями же тоже можно сравнить. Когда ты делаешь приложение, ты стартапер, ты делаешь какое-то приложение, ты не можешь сразу учесть моменты, где у тебя будут слабости, где ее можно взломать. Сначала делают приложение, потом тестят его и смотрят, где оно взламывается. Потом делают патчи к этому. Проблема моего романа «Центр тяжести» в том, что там очень много патчей было в процессе, пока я его делал. То есть этот роман, который пропатчивался раз в 50 в процессе работы над ним, и это, естественно, заметно, как в любой забагованной системе, которую ты пытаешься исправить в процессе работы над ним. Я не знаю, ответил ли я на этот вопрос, но да. Слушай, а как ты думаешь, сейчас я подумал, вообще реально ли научиться не прятать свои недостатки, а сделать их своей силой? Вот, скажем, не умел в своей диалоге, а тут раз каким-то образом, не знаю, посчитал Раймонда Карвера и научился? Я думаю, что нет. Я думаю, что это органическое. Опять же, еще один мой любимый пример – это Габриэль Гарсия Маркес, который ты тоже прекрасно знаешь, что у него почти нет диалогов. И это как раз потому, что он очень хороший писатель и знает, что он не умеет их писать. И любой великий писатель, рано или поздно… Ну, у нас бывают совершенно исключительные примеры вроде Толстого, который, кажется, во всем хорош. Ну, многие поспорят, но я сейчас перечитал Анну Каренину, и мне кажется, он очень во многом, как минимум. Диалоги, как бы ты к ним ни относился, они тоже к ним привыкают, что становится органично там. Но если вспомнить пример Маркеса, который… он тоже не писал диалогов, и это по той же причине. Он же, например, в его биографии можно прочесть, что он пытался попасть в Голливуд. А что такое Голливуд? Это сценарий, а сценарий – это в основном диалоги. И он был настолько плох в этом деле, что ни один его сценарий нормально не экранизирован. Есть одна экранизация какого-то фильма, ужасная, которая даже премьера всех страшно разочаровала. И как его биограф Джеред Мартин сказал, что Габриэль Гарсия Маркес очень любил кино, но, к сожалению, эта любовь была без ответа. Я люблю это цитировать, поэтому нет. Мне кажется, что есть некий набор навыков, нужный для написания романа. Если ты прям гениальный писатель, как Толстой, ты 90% этих навыков имеешь. Но где-то ты все равно там сложаешь обязательно. Если ты хороший писатель, ты в половине хороший. Ты можешь быть в хороших диалогах, либо в диалоге просто очень яркий пример, всегда видно, кто хороший, кто не правильно. Есть прекрасный пример Кристофера Нолана, который стал мемом как Кодзима, но он гений. И он действительно замечательный режиссер. Но все мы знаем, что он чудовищно снимает сцены боев. Если вы посмотрите сцены драк в «Бэтмен», особенно в третьей части, когда ты смотришь, как он дерется с Бэйном, это просто и по-своему. Я недавно видел, это ужасно смотрится. Да, и потому что это выглядит так, как будто он не понимает, что он делает. Один из самых мастеровитых режиссеров. И ты понимаешь, что он вынужден, потому что это боевик, правильно? Ты видишь, что человек, снявший огромное количество фильмов, 250 АМДБ, он не справляется с драками. И даже он не может овладеть, хотя это даже не искусство. И он не может на аутсорс это отдать. И все равно улажает. Абсолютно каждая драка – это просто кошмар. Это как будто снято студентом. И точно так же, мне кажется, у любого писателя, у любого человека, который что-то создает, Нолан просто не может избежать этого, потому что он снимает боевик, правильно? Ему нужно боевку снимать. Это как бы необходимый ингредиент. То же самое, когда ты пишешь роман, ты не можешь вообще все без диалогов сделать. Ты можешь попробовать, да, это будет такой авангардный, вот интересно. Но если ты понимаешь, что ты пишешь плохо диалоги, ты их очень сильно… Мастерство заключается в том, что плохо работая над диалогом, писатель начинает их количество диалогов резко сокращать. Каждый из своей следующей вещи. То же самое, если я понимаю, что у меня плохо получается работать над потоком сознания и какими-то плавными переходами, я наоборот начинаю монтировать. Я пытаюсь заострить какие-то другие штыки. Потому что я понимаю, что когда я пытаюсь делать сплошным текстом что-то, у меня получается занудно. А я не хочу занудно, я хочу, чтобы это было живое. И чтобы это было живое, мне нужно это резать. И получается в такой баг ты видишь швы, но при этом ты видишь что-то живое. Во всяком случае, мне так это кажется. Поэтому, да, я думаю, что когда ты понимаешь, что ты не Толстой и ты не обладаешь инструментарием Толстого, ты стараешься скрывать свои недостатки. Вопрос, что вы сейчас читаете? Мне кажется, ты раньше рассказал про Звеба. Да, я пытаюсь читать Гномон. Дочитал Анну Каринину. Буду читать Дон Кихота. И после него Раковый корпус из Пожебоварии. Я читал и читаю сейчас тоже параллельно несколько текстов. Это Иисусов Цин, Дениса Джонсона. Это Пнин Набокова. Я еще раз хочу его перечитать. Причем я решил в этот раз сделать такой дневник читателя Пнина. И постараться проследить те мотивы, не делегировать все это Геннадию Бараптарло, который в своей статье очень здорово все это соединяет и описывает. А попробовать самому что-то распутать, обнаружить и как-то получить удовольствие как следователя от этого всего. Плюс я читаю несколько нонфикшенов, в частности, книжку Петра Абамиранцева. Это не пропаганда, которая есть на BookMate, которая подготовила к печати, к публикации связи с индивидуумом. Вопросы и соцсетей кончились. Сейчас я пробегусь по нашему этому и объявлю автору лучшего вопроса. Так. Спасибо всем, что слушаете и смотрите нас. Ты, кстати, тоже, если хочешь, можешь полистать. Может, я что-то пропустил. Вот вопросы к Алексею. Назовите пять лучших книг. Вот такой вот простой, резкий вопрос. Возьмешь на него отвечать? Слушай, я люблю сливаться с такого вопроса. Ответом в стиле я могу назвать, но завтра это могут быть другие книги просто. Да, кстати, я тоже так ответил. Потому что, ну, естественно, я всегда назову Кровавый Меридиан в первой как бы пятерке абсолютно точно. Я сейчас под впечатлением поэтому назову Анну Каренину. Потом. Вот, знаешь, вот я все время пытаюсь избежать, чтобы не назвать бесконечную шутку, потому что мне кажется, что это типа очень банально. Сейчас что-нибудь. Джозеф Антон, Салман Ружди, что-нибудь сейчас еще подумаю. Возможно, что-нибудь из Уильбека. Очень много всего у меня не получается. Карты территории почему-то не хочется назвать. Я, кстати, летом перечитывал очень интересное впечатление именно на дистанции. Это производит десятилетний. Вот, надо перечитать, да, удивительную книжку по многим отношениям. А так, лучших это же как бы такой очень субъективный шуток. Мне тут хочется там сразу вспомнить там от повести Белкина, Метель Сорокина. Все, что ты читал в последнее, оно, как правило, там просто оно ярче всего в голове застряло, поэтому ты его очень хорошо помнишь и называешь в первую очередь. Как долго ты работаешь на своем романе? Ниже вопрос. Два года, так кажется, снимаешься? Да, потому что, ну, в зависимости от того, что мы считаем работы, прям писал его, когда я закончил «Центр тяжести», это было в самом-самом конце 2016-го, в начале 2017-го, я разослал друзьям рукопись и начал вот разрабатывать идею, которая у меня до этого еще была, потому что я там в послесловии к этой книжке буду чуть-чуть рассказывать о том, как все это зародилось, а так впервые какие-то наброски делал еще в 2015-м, но это нельзя назвать работой, тогда это еще даже не было романом и представлением, просто ты, например, начинаешь набрасывать сцену, в которой героиня должна выйти из машины и подняться, чтобы поговорить с матерью, она не может этого сделать, вот такая у меня сцена была, и я начал придумывать, почему она не может этого сделать, что такого с ним происходит, и потом ты понимаешь, а вот это наверное не на рассказ, там даже может быть на роман, ты начинаешь это расширять, а потом ты читаешь биографию Наполеона Шаньона, антрополога, и такое, вот это мне тоже пригодится, я вот об этом писать, и оно одно к другому липнет, и примерно, когда ты набрал достаточное количество совершенно вроде бы разрозненных идей, ты вдруг видишь какую-то общую черту у них, и ты видишь, а вот об этом это история, и тогда ты вот садишься и начинаешь это писать, и вот сам процесс, когда я прям понимал, какой роман я пишу, и более-менее уже знал название, я знал, кто главный героин и так далее, кто у меня антагонист, этот процесс, да, занял с начала 2017 года вот по март 2020. Очень, естественно, очень растянутый с перерывами, потому что в тот же момент мы еще переводили бесконечную шутку, и потом я правил центр тяжести, поэтому в полной мере я 2018-2019 занимался. И от того же автора вопрос, какой будущего семена литературы, какие темы жанра будут актуальны, и вопрос немножко не в этом ряду, зачем делать в книгах отсылки к другим текстам. Но если я предлагаю попробовать, это очень большие темы. Я кратко могу очень ответить. Да, слушай, дело в том, что горизонт событий сейчас, плюс даже в связи с пандемией, такой короткий, что мы даже что в следующем месяце будет не знаем. Поэтому про литературу ребята фиг знают, правда. Мне кажется, с ней ничего особенного не случится, потому что это настолько уже укоренившаяся как бы институция, что как бы ее не хранили, с ней будет все примерно то же самое, мне кажется. а что там еще было? Тема жанра. Понятия не имею. Наверное, будет какое-то совмещение фикшена и нонфикшена, потому что к этому все идет, и это наиболее интересно сейчас, и как-то больше резонирует с обществом и с самими писателями, потому что ты берешь тему, которая действительно существует, и раскручиваешь ее в художественном ключе. Это работает гораздо интереснее, чем нечто оторванное. Зачем делать отсылки? Когда ты молодой, это неопытность, но вообще отсылки ты делаешь тогда, когда тебе хочется, когда ты уже более опытный, во-первых, ты их скрываешь, естественно, ты не неймдропишь, и когда ты делаешь какую-то отсылку, это способ поговорить с читателем на неком более глубоком уровне подсоединиться к другому тексту, сказать, что смотри, вот этот текст, допустим, если Достоевский как-то отсылает к Тон Кихоту, то ты понимаешь, что он здесь что-то имеет в виду, правильно? Особенно, когда Достоевский вымышленную цитату из Тон Кихота приводит, а он это делал, и это делает из него прекрасного писателя постмоголиста еще при этом. Скажем, хорошо, я заговариваюсь, если мы говорим о больших писателях, отсылки к другим текстам производятся для того, чтобы поговорить с читателем на более широкие темы и показать некую преемственность своего текста и соотношение его с другими текстами, потому что отсылки чаще всего, если это непростой наиндропинг, делаются к текстам, которые тематически очень близки к тому, что ты делаешь, и ты как бы разговариваешь сквозь время с другим автором. Хорошие отсылки выглядят именно так. Это разговор с другим автором способствует текст. Спор с ним возможен. Какие трудности вы ощущаете, юный писатель? Кроме финансовых, ну, не знаю, можно уточнить вопрос? Все те же самые, которые испытывает любой человек, живущий в себе на мире. Я не могу из дома выйти, вот это большая проблема. Довольно странный у меня вопрос. Вы пишете все сразу единым текстом или пишете фрагменты, а потом их сшиваете? Конечно, фрагментами, но мне кажется, большинство так работает. По моим текстам, в принципе, видно, что они фрагментами сделаны. Ты кусками выписываешь и потом пазл собираешь. Вот, мне кажется, вопрос был, знаешь, скорее пишете ли вы линейно, или вы пишете из разных кусков романа тексты. Я думаю, что вот... Я делаю из кусков, иногда у меня... Иногда хочется, ты пишешь какую-то сцену, тебе кажется, что она будет первой. Но чаще всего это оказывается не так, потому что ты потом перемонтируешь по-другому, замысел меняется постоянно, особенно, чем больше ты ресерчишь тему, которую ты хочешь раскрыть. И да, ты пишешь... Если бы я писал линейно, я бы никогда вообще ничего не написал. Потому что ты пишешь ту сцену, которую ты можешь сейчас написать, которую ты чувствуешь, что она... Ну, хотя бы она ближе к тебе, ты ее более-менее видишь. И когда ты ее пишешь, ты можешь какой-то ландшафт вокруг видеть. Это как игра в саперы. Ты нажал куда-то, и вокруг вам там выскочили какие-то соседние квадратики. Ты их тоже более-менее заполнил. И постепенно двигаешься таким образом. А потом ты все это собираешь. У меня куча... То есть у меня папка была с файлами романа. Там типа около 20 файлов были разные, названы по-разному. Ну, типа адвокат, Таня, Лера. Вот такие. Только я понимаю, что это значит. И вот только в январе я начал все это собирать в единый файл, в котором... И это, кстати, очень помогает тоже. Когда ты начинаешь собирать, ты реально видишь пустоты, и ты начинаешь просто уже дописывать, что тебе не хватает. Когда идея готова. Когда конструктор уже собран. А, касавшись перед Белинским, что вы ему скажете? Перед кем? Перед Белинским. Пиши еще. Автор, пиши еще. Классный текст про Лерну. Как вам произведение Дмитрия Глуховского? Ой, это очень такой сложный вопрос. Скажем так. Так, текст. Это хороший роман, написанный, мне кажется, очень плохим языком. Это когда... Чтобы не думали, что я на него набрасываю, мне сам по себе роман, как он сделан, понравился. Язык нет. Потому что я роман вспоминал очень долго после того, как я его прослушал. Это, кстати, была книжка, которую я прослушал. Я вспоминал его очень долго, и мне казалось, что да, наверное, это очень хороший текст, если я постоянно к нему возвращаюсь. Но при этом это пример, когда автор пытался поиграть в Платонова и проиграл. Скажем так, я это так формулирую, потому что это просто катастрофа. Я зачитывал какие-то цитаты друзьям, и они спрашивали, что это за херня. Потому что это просто... Я даже часто вспоминаю какие-то штуки, где там что-то вроде... Жизнь, Нина, она как трехлитровая банка слез, ее надо залпом выпить, и кровь твоя, она восстановится, ты себе новой печенью своей наваришь. Так что, кого вырвало словами, что здесь происходит, почему это не вычеркнули? Есть, например, Евгения Некрасова, писательница, которая, скажем, поиграла в Платонова и выиграла. А есть Дмитрий Глуховский, который поиграл в Платонова и проиграл с разгромным счетом. Но при этом роман хороший, правда. Текст хороший роман. Если вы как бы преодолеете вот этот странный, наносной, совершенно неестественный, неорганичный, не присущий ничему, искусственный, ненужный для текста, никак не усиливающий текст язык, если вы продеретесь, вы увидите там, что это классно сделано. Но я не понимаю, кстати, вот почему этот человек, который написал достаточно много книг, мне кажется, 8 или 10 у него уже, да, он опытный писатель, признанный, но при этом на этом этапе, мне кажется, писатель уже должен высушивать текст. Ему не нужны фантиклюшки. Ты уже как бы набил руку, и ты можешь написать максимально просто. Тебе не нужен этот бульон. А у него наоборот, он, видимо, подумал, что вот настоящая литература, фантастику я писал раньше, а вот настоящая литература, это когда я трехэтажный образ про ведро слез там выдаю, и вот это вот прям расплачиваются все филологи, конечно. Нет, Дмитрий, вы хороший писатель, но нет. Не делайте так больше, пожалуйста, мне было очень больно. Что Достоевскому больше нравится? Из Достоевского? Да. Сон смешного человека. Я перечитал Бобок недавно. Бобок? Потому что я... Я бы сказал Бобок, разумеется. Да. Я Сондерса начал читать, я такой, так, мне надо перечитать Бобок. У него же Велинка из Бордо. Сто процентов он читал Достоевского, вообще без вариантов. И я Карамазовых не перечитывал, я перечитал «Легенду о великом инквизиторе», просто в очередной раз офигел от того, насколько он впереди. Даже не того, насколько это там, да, я, наверное, недостаточно умен, чтобы про христианство говорить и о том, что он говорит именно о философии в этой притче. Но то, что ей предшествует и то, как она встроена, вмонтирована, и то, как она обыгрывается дальше в тексте у самого Достоевского, блин, это высший пилотаж, который вообще был не мысленно, мне кажется, в 19 веке так монтировать. То, как Достоевский монтировал братьев Карамазовых, это что-то вообще не то, и бесов тоже. Толстой или Достоевский? Хотя я не скажу, хотя бы не сказал, что бесы не нравятся, но, да, все-таки там ты видишь, насколько он авангарден, когда ты это читаешь. Толстой или Достоевский? Да. Наверное, это очень сложно, очень заразное, но, наверное, не в смысле заражения заразное, а любишь заразные, заразные вещи. Наверное, Толстой, но, опять же, потому что я только что дочитал Анну Каренину. Наверное, если я сейчас сяду, короче, читать идиота, и мы сделаем включение через месяц, когда я дочитаю его, я скажу, что достается. В том эфире спрашивали, пишешь ли ты от руки или на компьютере? Ну, я так понимаю, что раз в тетрадке ты от руки изначально. Да, я, это пошло, как бы, я всегда стараюсь оговориться, что это не поза и не какая-то фишка в стиле придумать себе образ. Это пошло от безденежей, просто у меня очень большой, тяжелый ноутбук, я, естественно, не мог нигде его себе с собой носить. И я, а тетрадка стоит 40 рублей, а ручка 10. И за полтинник ты вполне, как бы, в мобиле. И со временем это, как бы, стало привычкой, потому что это очень удобно. Когда я пишу от руки, у меня настолько плохой почерк, что мой внутренний редактор просто не может разобрать, что там написано, и меня никто не критикует у меня по голове. Я просто пишу, как Стивен Кинг, знаешь, на очень сырую сцену. И я не комплексую из-за того, что она очень сырая, потому что я знаю, что я буду перегонять от компьютера, и потом еще 300 раз не пишу. И это освобождает, это позволяет тебе хоть что-то делать. Я сейчас задам вопрос в стиле юзера писения. То, что вы пишете от руки, является отсылкой к творческому методу Донатар, который, как известно, пишет от руки в красивых тетрадках разными ручками? Нет, я не пишу ни в красивых тетрадках, ни разными ручками. Я впервые, кстати, слышу, что Донатар пишет от руки. Я знаю, что Людмил Гейман пишет от руки, и Джордж Мартин пишет от руки. Так что здесь вообще я чист. Я пишу в самой дешевой ручке и в самых дешевых тетрадках. У меня как бы максимально пролетарский в этом смысле подход. И причем я еще не пытаюсь сделать это несколько красивым. это я слово забыл. Утилитарно. Максимально утилитарная штука. Нет, это не отсылка. Я вообще очень осторожен к отсылкам после того, как вышел в центр тяжести. И сразу говорю, что типа в следующей книжке если вам кажется, что где-то неймдропинг, скорее всего нет. Смотрели ли вы фильм «Конец тура»? Если да, что о нем думаете? Да, конечно смотрел. У меня есть рецензия на дистопии на него. Он мне очень понравился. Как биографию он, конечно, не канает, но это очень хороший фильм о таланте, о том, как большой писатель встречается с не очень большим писателем и как это меняет жизнь не очень большого писателя. Волос фактически сломал, мне кажется, Дэвида Литски, потому что после встречи с Волосом, после этого интервью Литски не написал вообще ни строчки в Волосе. Он занимался нонфикшеном после этого исключительно. И тот факт, что он опубликовал вот эту книжку, по которой сняли конец тура, это для меня какое-то писательское самоубийство в некотором роде, потому что он как бы признал, что я не смогу быть таким, да, я не смогу писать. Сторожно развивать скорочтение. Мешает ли это анализу и запоминанию книги? И как оно сочетается? Я ходил на курсы скорочтения абсолютно бесполезной шляпой. Ну, то есть я реально, когда мне был 21 год, я помню, я только закончил университет, я пошел на курсы скорочтения, я научился читать, да, они реально учат, ты действительно схватываешь информацию. Когда смотришь центр страницы, тебя просто учат с периферийным зрением работать, но это совершенно не то же самое, ну, то есть просто читать это бессмысленно, потому что ты просто читаешь для других вещей. Скорочтение для документов, для работы с документами идеально, а книжки читать это вам не поможет. Я читаю очень медленно, я вообще очень медленно читаю, я читаю, я проговариваю в голове, то есть скорость моего чтения, несмотря на то, что я там не шевелю губами, я все равно читаю медленно, потому что мне нужно, я люблю, как бы, вот эти фразы перекладывать в голове. Опять же, опять, когда ты читаешь Шанну Каренину, очень важно читать ее в этом ритме, очень медленный роман. Сейчас, мне кажется, вопросов альтернативных, на которых можно ответить, да или нет, или выбор какой-то, я предлагаю нам чуть-чуть ускориться. Что для вас важнее, идея в тексте или его сюжет? Герой. Не идея, не сюжет. Герой, ну, в смысле, от героя рождается очень многое. Я очень много об этом скорю и на работе, и, в принципе, о том, откуда берется. Есть, да, там есть два варианта, как инжиниринга. Одни работают от именно идеи, когда у тебя есть концепция, ты прописываешь все это, что это значит, чтобы у тебя каждая голова как-то... А у меня другое, у меня как бы рождается книжка, когда я вижу героя или антагониста, когда я вижу злодея. Тогда я понимаю, кто сталкивается и что на кону, и почему, я хочу сказать. Поэтому герои важны. Может ли хороший роман быть без антагониста? Я не могу вспомнить такого романа, наверное, нет. Но, наверное, может. Но, смотря что мы... В Улисе есть антагонисты? Любовник Молли, может быть? Ну, как его там и нет, фактически. Ну, потому что ревность как бы питает многие его мысли по ходу дня. Но, опять же, что такое антагонист? Да, вот в романе два антагониста, Гумберт и Куэльти, да, как бы. И поэтому все это достаточно, мне кажется, в 20 веке совсем потерял смысл. Да, роман это более свободная форма, она не требует антагониста вот в персе, в прямом смысле, как мы это понимаем в сценарии. Роман, он, антагонистом может быть среда, фактически, да. Ну, то есть, как в той же Анне Карениной. Хотя там Каренину тоже можно антагонистом назвать уже. Головой немного едет на почве крестьянства во второй половине. И вполне себе антагонистом становится. И с этой Лидией Ивановной, и с экстрасенсом, к которому Степан Аркадьевич приезжает. Ландау, кстати, его зовут, если ты давно читал. Там есть экстрасенс Ландау. Да. Степан Аркадьевич ездит договариваться насчет развода Анны, и его приводят к этому экстрасенсу Ландау, у которого вторая фамилия Беззубов, потому что его усыновила какая-то. И он, типа, принимается решение о том, разведется Каренин с Анной или нет, исключительно потому, что скажет этот Ландау. Это очень такая поехавшая сильная сцена. Но, наверное, что? по поводу антагониста, если мы не говорим о конкретном персонаже каком-то, который необходим в кино, для того, чтобы есть в кино, действительно, есть такая фраза «фильм хорош настолько, насколько хорош антагонист». И мы видим это там по фильму Марвел, где отстойно антагонисты, и фильм, в принципе, довольно стрёмный получается всегда. В романе это не всегда так работает, потому что роман не требует строгой формы после модернизма, после модернизма он может работать как угодно. В истории мира в десяти с половиной главах нет антагонистов, но это великий роман абсолютно. У Джорджа Сондерса Линкольна Бардо нет антагонистов вообще, но это великий, по-моему, абсолютно роман. Я под большим впечатлением сейчас его перечитываю специально, потому что мне нужно готовиться к курсу, и это прям супер книжка, если не читали, прочтите обязательно. По какому принципу расставлены книги в библиотеке? Вопрос к обоим. Скажи ты. Абсолютно ни по какому. Те, которые мне нравятся больше, вы их видите. То есть, те, которые на уровне глаз и чуть ниже, чуть выше, это как бы то, что мне ближе всего, то, к чему я буду чаще всего обращаться, скорее всего. То, что у ног внизу, скорее всего, это что-то вспомогательное, либо что-то, от чего я почему-то не избавился. Сейчас я посмотрю, что там. Ну да, здесь книжки по архитектуре, первый роман Джона Ирвинга, Павич, Павич, да, туда сослан Павич. Почему-то там Воннигут, но я не знаю, почему он там оказался. На самом деле, я его очень люблю, особенно Вонни-05. Но там внизу Воннигут еще оказался. Ну, то есть, нет особой системы. На самом деле, здесь все книжки более-менее отобраны с годами, с тех пор, как я в Москве за последние девять лет. Я собрал все, что мне было не нужно. Вот там стоит сейчас три больших ошановских пакета с книгами, их там штуками, не знаю, 150 точно. И я их отвезу куда-нибудь, либо отправлю в библиотеку, либо что-то с ними сделать. Либо на бикроссинг. А так, без всякой системы, просто там, вот он Маркес, вот здесь комиксы стоят, там наверху пинчены Борхес и Панук, и так далее. А вот здесь на боку. И благоволители. Вижу. У меня есть шкаф, где я пытаюсь какую-то логику соблюдать. Западный фикшн, русский фикшн, книжки по классической русской пройде, на боковедении, целый стеллаж, и тоже там все так уже по валку. И, честно говоря, очень много стопок на полу, которые я уже не могу контролировать. Я себе сделал стопку, условно говоря, прочитать сейчас. Проблема в том, что такой же файл у меня есть на рабочем столе, папка прочитать сейчас, и в букмейте. И я не очень понимаю. И они не совпадают, разумеется, с этим текстом. Так что все это очень странно классифицируется и быстро теряет всякий смысл. Потому что бывает так, что ты берешь книжку с той полки, с которой тебе сейчас пришло в голову, и какое-то время проводишь с ней. Когда приходит осознание, что книгу нужно заканчивать? Блин, вот это сложный вопрос, да, потому что это такая волюнтаристская штука. Ну, вот с этой книгой мне было немного попроще, потому что, опять же, когда у тебя больше опыта. У меня был опыт заканчивания книги, я сейчас не только там «Центр тяжести» имею в виду, но и то, что я писал до него, я все заканчивал. Это первое, что нужно понимать, нужно заканчивать хотя бы хоть что-то. А понимание приходит, если ты понимал, в принципе, с чего ты начинаешь, у меня были герои, я понимал, к чему примерно они придут, я понимал, что я хочу сказать, это вот в книжке, которая выйдет осенью, там у меня было попроще. Единственная проблема у меня была в том, действительно, что я до последнего не знал, каким образом они все встретятся и чем закончится эта встреча. И я в процессе уже, когда писал эту сцену, я как бы, она для меня открылась, и я понял, что произойдет. И когда я дописал вот эту финальную сцену, я понял, что вот сейчас я примерно закончил. Но это первый драфт, как ты понимаешь. потом ты отправляешь это к друзьям, каким-то, ну, ограниченному очень кругу, которых ты, которым не стыдно показать сырое, знаешь, и они тебе пишут какие-то отзывы на конкретные сцены, чего не хватило, чего ты не докрутил, ты перемонтируешь. То есть, штука в том, что заканчивать книгу это тоже очень длинный процесс, вот так ответим. Этот процесс можно занять до полугода. Если мы говорим о первом драфте, то да, когда ты понимаешь, что у тебя есть внятная завязка, у тебя есть какая-то драматургия персонажей, и они все раскрыты, и у тебя есть финал, тогда ты закончил. Но, естественно, это закончил. Кавычка, закончил. Это первая сборка. Ты ее отправляешь, и потом ты заканчиваешь ее. Я с тех пор, как 1 марта я закончил, я отправил, людям мне прислали, я дописал еще авторский лист, потому что там буквально... Есть писатели, которых просят сократить, я из тех, которых просят дописать, потому что, поскольку у меня монтажные склейки, у меня иногда действительно людям непонятно, как то или иное событие произошло, и я их дописываю, прописываю более подробные сцены и так далее. Пока что вот я вам сказал, что я закончил роман, но, естественно, я закончил первую сборку. Прочит показать свой почерк, и тетрадь, который ты пишешь, но мне кажется, это уже... Я могу принести. Наша общая с Лешей знакомая, моя коллега Ксюша, интересует все ли еще мы в эфире. Ксюш, я обещаю, что мы скоро закончим. Вот такие я люблю красные тетрадки. Они не всегда красные. Что? У меня такие тоже есть, хорошие очень. Да, да. Это мне, кстати, сестра моя Маша подарила целую коробку тетрадок на Новый год, а еще на прошлый. Прям на зоне заказала коробку тетрадок, это я очень благодарен. А, и ручек, виковских ручек. Ага. Почерк выглядит... Сейчас что-нибудь. Я не знаю, видно ли это будет. Вот оно все зачеркнуто. И вот так это выглядит. Все. Это уже такая законченная. Чаще всего половина зачеркнута вот так, потому что ты написал что-то, понял, что ты написал полную херню и все это переделал. Я надеюсь, видно было. Сколько дней читал Макарина? Я читал ее с перерывами, то есть полтора месяца, но с перерывами, потому что я прервался на... Опять же, мне нужно было Макдону написать и за неделю до дедлайна я вообще все тела отключил и не исключительно читал вокруг Макдоны. страдал, потому что я реально не мог его дописать. И пересматривал его фильмы и обсуждал с Егором Михайловым возможности как бы все это скомпанавливать. Поэтому полтора месяца, но с перерывом на пару недель вот так. Опять же, я читаю медленный. неожиданный вопрос, планируется из горных рассказов, ведь их вышло много, но разжиданно. Честно говоря, я не знаю, не знаю твоего рассказа, это... Это сильное очень преувеличение насчет много. Да, да, в Эсквайре два и один... Что-что? Теперь понял. А еще один где? Давным-давно на дистопии был рассказ еще, назывался «Мадридские тетради», но он как бы очень сильно отличается, естественно, от тех двух. Маловато для сборника, знаете, еще штук двадцать, и тогда, наверное, можно. Поэтому, нет, сборник рассказов не планируется. Я думаю, что, когда выйдет роман, я займусь написанием эссе. Опять же, про Франза я давно хотел написать, про Ирвинга и какие-то более общекультурные. Сейчас мы с твоим коллегой Сережей Казаковым переписывались, он хотел заказать текст про компьютерную игру, я хотел написать про компьютерную игру как медиум, вот такое что-то, и вот это будет как бы собрано, наверное, сборник. Рассказы, я не пишу сказы в принципе, я пишу их вот только, когда заказывают какое-то медиа, и поэтому я не думаю, что достаточно быстро наберется на сборник, честно говоря. Несколько вопросов, которые как-то похожи на друга, как читать больше, а не калифицировать книги, как читать большие книги. Тоже, если можно, лаконично попробуем ответить на него. Это тоже такая штука, мне сложно отвечать, потому что ты же читаешь, потому что ты любишь читать, а ты не то, чтобы ты заставляешь, да, это такое удовольствие, которое ты себе доставляешь каждый день, поэтому я читаю книги, когда, вот даже мне неохота сериалы смотреть, я вот Анну Каренину читал сейчас, поэтому больше, в смысле больше, ну, зачем? У меня просто, да, у меня нету такого мерилла, если вам нравится читать, вы посадитесь, читайте, если у вас не получается, то зачем себя мучить, я тоже не очень понимаю, это же не такая штука, которая прям, если сложные книги, да, это более конкретный вопрос, с перерывами, с закладками, если там очень сложно по персонажам, потому что, когда ты закладками пользуешься, мне это очень помогает, я читаю на бумаге большие книги, потому что вовлеченность как-то сильнее, ты чувствуешь вес и перелистываемые страницы, и закладки помогают, как бы, не знаю, персонализировать, во-первых, книгу, во-вторых, ты ее как бы захватываешь, когда ты ее закидываешь закладками, подчеркиваниями, ты ее уже захватил, и легче двигаться дальше, я вот могу показать, я недавно читал модернизм, и мне очень помогло тот факт, что я постоянно, что? Я говорю, ничего себе, ну, обеих, да, да, потому что они даже, не все даже могут быть необходимы, ты просто помечаешь какие-то важные штуки, и за счет того, что ты размечаешь ее как карту, ты запоминаешь гораздо лучше. Не факт, что они мне сейчас нужны будут, но это был момент, который позволил мне ее прочесть и понять лучше. Мне кажется, осталось время ровно на один вопрос. Мечтали бы увидеть экранизацию в вашей книге? Нет, мне кажется, что Центр Тяжести вряд ли экранизирует, и я не очень понимаю, как это сделать. Она как бы инженерно не предназначена для того, чтобы ее можно было экранизировать, наверное, но и коммерчески вряд ли это будет. Скажем так, в циничном мире кино найдется мало желающих, особенно в российском кино. Я как бы реалистично на это смотрю, я не думаю, что ребята экранизируют правду. Я удивлюсь, если это случится. Спасибо всем большое за вопросы, за сердечки, за добрые комментарии, которые вы оставляли. Простите, если не на все ответили. Давайте я обниму автор лучшего вопроса. Это юзер Бесения, которая спросила как раз про и обнаружила очень точно отсылку к Янагихаре. Отлично, хорошо. Мы отправим вам книжку, договоримся, как это сделать. Сборник Лешина ХС, которые выходили в издательстве индивидуума и на BookMate. Ну что, будем прощаться. Спасибо вам большое. Спасибо вам всем. Спасибо, кто дослушал эти два часа. Был там непрактичка. Это должен был быть стрим-стрим, получился вполне себе марафон. Пишите книжки, поддерживайте любимые книжные. Новое интервью Алексея Поляринова на сайте Journal BookMate. Прекрасно. Все, пока. Спасибо, Игорь. Спасибо. Спасибо, Леша. Спасибо, Леша.